Здравствуйте, дорогие друзья! Одно из самых известных слов нашей недельной главы Бог дает свет. И так сказал Бог, да будет свет. Это очень интересная тема. Он не делил этот свет между своими и чужими, не добавлял его любимцам. Свет, он как свет солнца, всем одинаковый. И так Бог дает свет. По всему миру всем, причем одинаковый, нет такого, что одному больше, другому меньше. А вот тень, которую мы создаем, тень, да? Это уже совсем другое. Тени мы создаем разные, тени отбрасываем разные. И вот это вот, чем больше тени, тем меньше мы получаем света. Загородиться от солнца, вот если взять как-то, да, ты увидишь, что будешь меньше получать. Тора – это инструкция, как получить больше света. Как не закрыть для блага, которое мы получаем сверху, вот нашу душу. Написано, что вообще одежда была у Адама какая, у Адама, в том мире еще, они были одеты в свет. То есть они получали 100% полностью, получали то, что им положено. И только когда совершил человек грех, что написано, Бог сделал им одежды, и уже из физического мира. Поэтому, как получить больше света, это вообще наша главная задача. Если, давайте вернемся в мир, да, если мы хотим больше взять, там, налить себе пиво, скажем, да, нужно больше сосуд, надо увеличить сосуд, к которому мы придем. Как? И вот эти вот заповеди, которые мы изучаем в течение года, это инструкция по увеличению и улучшению сосудов. Моральные нормы поведения в этом мире, это улучшение нашего сосуда. Надо еще и, ну, что еще качественно, качественно улучшать сосуд. Почему? Представьте, наливают вам там в большом количестве какое-то самое лучшее в мире вино. А у вас в бокале, так, немножко уксуса. Что будет дальше? Дальше вы знаете, что будет. Быть, например, добрым, да, это как раз очищать всякую грязь внутри себя. К примеру, там, заповедь, там, доброты. Откуда мы это знаем? Прямо с нашей недельной головы. И сказал Бог Кайму, почему досадно тебе? И почему поникло твое лицо? А что дальше? Ведь если будешь творить добро, проститься тебе. Прямо так и написано. То есть нам надо просто вчитываться в то, что мы читаем много лет. Надо двигаться духовно, надо разбудить себя. Не бывает ветра со скоростью ноль. Так не бывает. Вообще, мудрецы часто говорят, что не человек делает доброе дело, а доброе дело делает человек. Это означает, что каждый раз, сделав доброе дело, мы улучшаем себя. Раньше, вот помните, люди ходили к праведникам и получали какое-то исправление, текун. Он нам говорил, что для того, чтобы исправить там, то ты делаешь что-то. Что это такое? В чем суть этого вообще такого? Эти люди видели, какую заповедь именно нужна этому человеку для улучшения чистки его сосудов. Кстати, в этом суть всех страданий человека на земле. Если нет работы над собой, нет реальной духовной, какой-то у человека, приходят чистящие, серьезные более средства. Какие страдания? И любые страдания чистят только в том случае еще, учтите, что если мы понимаем, откуда они идут, и правильно их принимаем. А если нет, ну в холостую, просто пострадали, и все, и надо чистить опять. А если еще нет, тогда надо трясти, скрести, и уже получается то, что мы имеем. Богу не нужен химический состав нашей души. Он его знает лучше нас. Ему нужен чистый сосуд, потому что он понимает, что это для нас самое главное. Еще одно. Один из талантливейших учеников Минской Ишивы был такой Зеевдов. Он стал учеником старого Рэба. В среднем возрасте уже. И он был необычайно одаренным, и за полгода достиг в изучении хасидизма такого же уровня, как другие уходили годы. И Рэба его однажды видит, что-то не так. Он его спрашивает, а что тебе не хватает? Он говорит, не знаю, мне кажется, что всего хватает. И Рэба ему сказал, знаешь, материальное и духовное полностью противоположны во всем. Что в материальной сфере является достоинством. Духовный недостаток. Например, готовность удовлетвориться тем, что у тебя уже есть. Если человек обладает этим свойством в материальной сфере, это прекрасно. Но если человек доволен тем, что он есть в духовном плане, это серьезный недостаток. И еще светильник, запомню, вот тут мы с вами должны сосредоточиться. Светильник состоит из трех частей. Сосуда, то есть изучение Тора, изучение духовности. Масло, понимание, там каждый раз мы на уроках пытаемся что-то понять. И фитиля, молитвы, молитву надо улучшать. Вот он ему говорит, у тебя все есть, а почему нет огня? Потому что никто не поднес к тебе спичку. Надо разбудить в себе неравнодушие к духовности. Надо найти какой-то заповедь, какой-то, что-то делать такое, чтобы все время зажигаться, подпитываться. Они, помните как, кто не горит, тот копнит. Поэтому очень важно нам найти себя в какой-то конкретной вещи, которая зажигает нашу душу. Вот когда у нас есть изучение, которое, надеюсь, есть и будет у каждого в течение года, начиная углубление понимания, и молитва, без которой ничего не будет, к этому добавь чуть-чуть огня, и мы встанем, наверное, на хорошей, правильной дороге. Поэтому когда говорится, что был свет, надо понимать, что этот свет существует и сегодня для нас. Нам надо просто раскрыть его, раскрыть в себе, и он раскроется снаружи. Брахавы от слаха.